Здравствуйте, друзья! С вами Вяткин Александр, и это канал Команда ГОСТ Плюс. Сегодня у нас будет видео немного прикладного характера. Рассматривать мы будем вот этот конкретный электрощит. Почему именно его? Ну, потому что он содержит в себе все основные базовые функции, которые мы вынуждены обсуждать с каждым заказчиком. Сегодня мы рассмотрим, как строится и из чего состоят такие функции, как рубильник-отпуск, мастер-выключатель, автоматический ввод резерва, то есть подключение генератора, а также еще немного поговорим о счетах на заказ, так как этот экземпляр именно таковым и является. Вообще у меня появилась идея добавить в контент на канале больше каких-то прикладных и простых вещей, которые раз за разом мы обсуждаем с каждым нашим заказчиком. Ну, вроде сравнения разных производителей оборудования, обсуждения конкретных функций и тому подобного. Разумеется, без вашей поддержки видеоролики не снимаются, поэтому не забудьте поставить лайк и написать в комментариях, какая тема вам наиболее интересна. Ну, а мы начинаем, и предлагаю сначала посмотреть общую компоновку щита. Наш электрощит собран в корпусе Pragma от Schneider Electric. Аппараты защиты также от Schneider, серии Rezi 9 и Acti 9. Обвязка выполнена многопроволочным проводом с наконечником. Все провода расположены за одинрейками. Провода обвязки оборудования отходящих групп разделены. Сами под себя отходящие группы выведены на клеммнике для подключения на объекте. То есть щит представляет собой обособленный модуль без каких-либо отдельных шин. К этому вопросу мы еще вернемся позже. Ну что ж, так выглядит наш щит в целом. Теперь давайте углубимся в детали. И, пожалуй, начнем с самого сложного и интересного, с автоматического ввода резерва, он же АВР. Но сначала немного теории. АВР нужен для того, чтобы автоматически запускать и подключать питание дома от генераторов в те моменты, когда питание от городской сети либо отключено, либо не соответствует требованиям безопасности. Проблема непостоянства электроснабжения в сельской местности – это очень насущная проблема. Ну, поэтому, как минимум, у наших заказчиков частные дома без генератора встречаются крайне редко. Способов запитать дом или его часть от генератора два – это ручное подключение и автоматическое. Ручное представляет из себя реверсивный рубильник, расположенный в щите, который в случае необходимости нужно будет переключить вручную и также вручную пойти запускать генератор. Этот способ максимально бюджетный, но при этом работает он только в тех случаях, когда в доме есть человек, который может выполнить эту операцию. Автоматический же ввод резерва не требует присутствия человека. Поэтому, даже если дома никого нет, генератор будет запущен и подключен. При этом дом не замерзнет зимой, а продукты в холодильнике не разморозятся. Единственный минус – это более высокая стоимость и необходимость добавлять больше оборудования в электрощит. А из какого оборудования состоит АВР, мы сейчас с вами и посмотрим. Итак, на верхней рейке, помимо водных аппаратов сети и генератора, располагаются реле напряжения, которое отслеживает параметры сети и инициирует ввод резерва. Справа от него реле времени. Далее контактор с блок-контактами, который обеспечивает первую ступень электрической блокировки, чтобы не допустить одновременного включения сети и генератора. За ним располагается контактор питания блока автозапуска, который непосредственно дает команду на запуск и остановку генератора. На второй рейке установлены два основных контактора, которые непосредственно подключают резервное питание или от городской сети. На них установлены дополнительные блок-контакты. Теперь давайте посмотрим, как все это дело работает. Когда параметры городской сети в норме, реле напряжения подает питание на катушке этих двух контакторов. Первый замыкает цепь питания контактора, отвечающего за подачу напряжения от городской сети. И в то же время размыкает цепь питания контактора резервного ввода. То есть делает их одновременное включение невозможным. Второй маленький контактор подает питание на блок автозапуска, который подзаряжает аккумуляторы и определяет необходимость запуска генератора, именно по наличию напряжения. Как я уже говорил, контактор городской сети находится в замкнутом положении. При этом его дополнительный контакт держит разомкнутый цепь питания контактора-генератора, исключая возможность его одновременного включения. При этом цепь питания самого контактора городской сети проходит через блок-контакт контактора-генератора, который замкнут только тогда, когда генератор отключен. Проще говоря, даже если контакты одного из устройств приварятся и отключения не произойдет, другое устройство включиться уже не сможет. И это вторая ступень блокировки одновременного включения. Когда питание городской сети выходит за нормы, все происходит в обрядном порядке. Блок автозапуска лишается питания и отдает команду на подготовку и запуск генератора. Тем временем цепь замыкается таким образом, чтобы исключить включение контактора городской сети и подключить контактор генератора. Все, кроме непосредственного запуска генератора, происходит за долей секунды. И тут есть один неприятный момент, бороться с которым помогает реле времени. При переключении с городской сети на генератор реле времени не нужно, так как для запуска самому генератору требуется некоторое время. Но вот когда напряжение городской сети восстановилось и нужно переходить обратно на питание от него, возникает опасный момент. Как я уже говорил, переключение происходит за доли секунды. При этом генераторы сети имеют разные характеристики питающего напряжения, разную частоту и амплитуду. И такой резкий переход с одного источника питания на другой может пагубно сказаться на работе бытовой техники. Поэтому при обратном переходе питания от генератора на городскую сеть у нас сначала размыкается контактор резервного ввода, и только после некоторой задержки реле времени дает команду на включение контактора городской сети. С тем, как работает АВР, мы вроде разобрались. Теперь отвечу на два основных вопроса, которые могут у вас возникнуть и которые мы обсуждали непосредственно с заказчиком данного счета. Первый вопрос, зачем собирать эту схему внутри счета, если все блоки автозапуска почти всех генераторов представляют собой отдельный ящик, в котором уже имеются контакторы автоматического ввода резерва. Чтобы понять это, нужно, во-первых, посмотреть, как выглядит блок автозапуска большинства генераторов, и не только бюджетных. Выглядят они вот так. Это контроллер и тупо два самых дешевых контактора. На моей памяти есть антирекорд, когда такой контактор, новый только что из коробки, проработал ровно три секунды, прежде чем сгорел. Применяя такое оборудование, какой-либо надежности говорить не приходится. Мало того, именно в нашем конкретном случае блок автозапуска однофазного генератора на 7,5 киловатт, это примерно 32 ампера, комплектуется контакторами на 25 ампер. 25, Карл! И не с этим контактором, только в мусорном ведре. Мы их не используем вовсе. Во-вторых, ни о какой задержке по времени обратного включения и двойной блокировки тут и речи не идет. То есть АВР в этом ящике это тупо самый дешевый, наипростейший, одноразовый вариант. Продаваемый, кстати, за вполне приличную сумму. В-третьих, если блок с автозапуском с АВР установлен на самом генераторе непосредственно, то нам придется тянуть кабель от опоры на генератор, а потом еще один такой же кабель тянуть обратно в электрощит. Так как генератор, это устройство довольно шумное, и его стараются убирать куда-нибудь подальше за дом. А вот распределительный щит, как правило, расположен наоборот, как можно ближе к фасаду здания. Ну и сами понимаете, проложить тоненький сигнальный кабель на автозапуск или силовое на питание всего дома – это две большие разницы. Ну и в-четвертых, это невозможность частичного подключения дома к генератору. В нашем сегодняшнем случае мощность генератора полностью покрывает потребление дома. Но на моей практике это единичный случай. Как правило, дома питаются по трехфазной сети, и выделенная мощность составляет 15 кВт. Понятное дело, что генератор с такими характеристиками будет стоить, как чугунный мост. Поэтому, как правило, заказчики покупают генераторы небольшой мощности, и при отсутствии городской сети от генератора запитывается только часть оборудования дома. Ну, такие как, например, котельные, холодильники и какой-нибудь свет по минимуму. Только чтобы не заморозить дом. В таких случаях в сборку добавляется еще один контактор, который разделяет питание общих и аварийных групп. Так вот, внутри стандартного блока автозапуска такой функции нет от слова совсем. И он опять оказывается бесполезным. Все, что мы используем из блока автозапуска, это контроллер, который правильно подготавливает генератор к запуску, и подзаряжает аккумуляторы, когда генератор простаивает. Второй вопрос, это нельзя ли как-то попроще установить одно устройство на один рейку, которое будет управлять всем. Отвечу так, можно. Проблема только в том, что все эти устройства для запуска генераторов имеют только лишь сухой контакт. То есть, они могут работать только с генераторами со встроенной панелью управления, и, как правило, контейнерного типа. И ценники на данные генераторы могут отпугнуть даже самого платежеспособного заказчика. А найти бюджетный генератор под управление сухим контактом у вас вряд ли получится. Ну что ж, самое тяжелое и долгое позади. Теперь давайте рассмотрим фишки попроще. На второй рейке, справа от контакторов, установлен вольтамперметр бус. Очень прикольное устройство, которое позволяет отслеживать потребление в реальном времени. В том числе полную активную реактивную мощность, а также косинус фи. Я в одном из роликов делал с ним отдельную интеграцию. А вот справа от него расположен рубильник отпуск. На нем я хочу остановиться поподробнее. Итак, для чего нужен и как работает рубильник отпуск? Это устройство, которое отключает весь электрощит, кроме некоторых выбранных групп, которые должны работать, когда в доме никого нет. Например, холодильники, септики и так далее. То есть, когда мы уезжаем на долгое время из дома, нам не нужно бегать по комнатам и проверять невыключенные утюги. Мы щелкаем рубильник отпуск, и все, что нам не нужно, выключено одним движением. Тут все просто. Далее на рейке располагаются как раз неотключаемые группы и кросс-модуль. О кросс-модулях и многом другом я уже подробно рассказывал в своем ролике про идеальный щит для квартиры. Обязательно посмотрите, если еще не успели. Все вопросы, которые я сегодня не осветил, там разжеваны очень подробно. Ну а мы спускаемся на рейку ниже, и там расположена еще одна фишка, о которой я в том ролике не упомянул. Это мастер-выключатель. Мастер-выключатель работает так же, как и рубильник отпуск. Только отключает он не весь щит, а только группой освещения управляется он не изнутри щита, а при помощи самого обычного выключателя, расположенного у выхода из дома. Другими словами, это контактор, которым управляет обычный выключатель. Нужен он для того, чтобы, опять же, покидая дом, не бегать по комнатам, а одной клавишей выключить весь свет сразу. Это самая простая схема, которая включает и выключает весь свет только из одного места. Сейчас мастер-выключатель такого типа встречается все реже. Чаще заказчики хотят, чтобы, выключив свет с мастер-кнопки, его можно было снова включить из любой точки дома. О том, как реализуется такая схема, мы как-нибудь расскажем отдельно. Скажу только, что по бюджету это будет дороже несколько раз, чем схема с обычным мастером-выключателем. Далее у нас расположены стандартные автоматы и УЗО. Я про них подробно тоже рассказывал в ролике про щит для квартиры. Единственное, что выделяет этот щит, это ряды клеммников, по которым можно догадаться, что этот щит сделан на заказ. И подключать его на объекте буду не я. Вот на этом моменте я тоже бы хотел остановиться поподробнее. В последнее время нам очень часто стали поступать в заявки по сборке щитов на заказ. Я бы даже сказал, что сейчас идет какой-то бум на заказ готовых щитов. При этом непосредственно в работу мы берем только единичные сборки. И подавляющему большинству заказчиков мы в этой услуге отказываем. Отказываем мы, потому что звонящие нам люди совершенно не понимают, что такое готовый щит и в каких случаях его можно заказать, а когда он принесет только вред. Я уже высказывался на эту тему в ролике 5 ошибок при сборке электрощитов для профессионалов. Но этот ролик очень сложный для понимания простых зрителей. Поэтому повторюсь еще раз и с наглядными примерами. Для начала разберемся, в каких случаях заказывать готовый щит можно, а в каких нельзя. Если вы живете в крупном региональном центре, не говоря уже про Москву и Питер, то поверьте мне, заказ готовой сборки щита для вас не сулит ничего хорошего. Дело в том, что, во-первых, когда вы заказали щит, шансов найти хороших монтажников, которые правильно выполнят остальные электромонтажные работы, у вас стремятся к нулю. Не буду скрывать, работа по сборке щита это самая прибыльная часть электромонтажных работ, при этом требующая больше умственного труда, чем физического. Именно по этой причине сейчас сборщиков щитов на заказ расплодилось как собак нерезанных. Все хотят снимать сливки, при этом не копаясь в пыли, не долбя стены дешевыми перфораторами. И никто из нормальных монтажников не захочет взять на себя всю черновуху, в то время как главную изюминку объекта гарантированно забирает кто-то другой. И с вероятностью в 99% электромонтаж в вашей квартире будут делать тот, кто готов браться за любую работу. И чаще всего этот кто-то разбирается в нормах и правилах ничуть не больше вас самих. Во-вторых, даже самый правильный и напичканный аппаратурой щит это не панацея от неисправности электропроводки. Любая авария это всегда совокупность факторов. И учитывая предыдущий пункт, количество негативных факторов на вашем объекте только увеличится. Запомните, ни один самый дорогой автомат не предупреждает замыкание, а только борется с последствиями. То есть сначала происходит замыкание, а потом срабатывает автомат. И то только если с самой электропроводкой и петлей фазы 0 все в полном порядке. Это не говоря о том, что существует целый ряд неисправностей, для предотвращения которых еще не изобрели защитных аппаратов. Да и если аппарат защиты сработал, это еще не означает, что все в порядке. Приведем к примеру. Монтажники повредили изоляцию кабеля во время монтажа. Через некоторое время в этом месте появилась утечка тока. УЗО сработало и отключило линию. Все замечательно, но группа розеток не работает. И найти неисправность на чистовом этапе практически невозможно. Не говоря уже о том, что этой неисправности и вовсе не было бы, если бы монтаж делали нормальные специалисты. Данный электрощит заказали для отправки в сельскую местность Тавропольского края. Сам заказчик работает в электротехнической сфере и сам неплохо разбирается в вопросе. При этом он провел конкурс среди местных специалистов и пришел к выводу, что проще сделать все самому с нашими консультациями, чем доверять свою безопасность кому попало. Понятное дело, щит по телефону не собрать, поэтому непосредственно сборка была заказана у нас. Коротко резюмирую. Если вы живете не в маленьком отдаленном населенном пункте, щит на заказ лишит вас возможности выбирать специалистов. Если нормальных специалистов в вашей местности и так нет, то такой вариант применить можно. Но имейте в виду, что это не панацея. Теперь давайте рассмотрим, как должен выглядеть щит, сделанный на заказ, и в чем его отличие от обычных щитов, которые мы сами устанавливаем на своих объектах. Начнем с неочевидного. Это проект. Без конкретного проекта электроснабжения собрать щит, который потом не будет доделываться и переделываться на месте, практически невозможно. Прежде чем начинать проектировать щит, непосредственно я уже имел четкое представление, какой будет генератор, какие группы будут на объекте, какой мощностью будет электропечь в сауне, какие группы будут заходить в щит с потолка, какие с пола и прочее, прочее, прочее. Это очень важный момент, ведь если кто-то будет что-то добавлять или менять сборки уже на месте, ни о каких гарантиях с чьей-либо стороны не может быть и речи. Второй момент, который сразу бросается в глаза, это клеммники. И не просто так, описывая щит, упомянул про модульную систему. В моем понимании, щит на заказ должен собираться именно так, как это делается в промышленности, когда монтаж кабеля и сборку щита выполняют разные организации по одному проекту. Проще говоря, наш щит – это полностью законченный продукт, который нужно только подключить. При этом исключая какие-либо работы внутри сборки и по прокладке подключения отходящих групп. Ряды клеммников, по сути, что-то вроде границ распределения ответственности. То есть, все, что случилось внутри сборки – это наш гарантийный случай. Все, что за их пределами – наша полномочия. Все. И третье – это никаких отдельных шин, кроме заземляющих. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы в щите на заказ были отдельные нулевые или фазные шины, не закрепленные на общей раме. Дело в том, что все корпуса щитов комплектуются родными клеммными колодками для подключения заземляющих и нулевых проводников. И во всех моделях они устанавливаются отдельно от общей рамы. То, что вы видите на экране – это рама со всем оборудованием в этом щите. Она снимается целиком, и после установки корыта на стену и заведения в нее кабелей также целиком устанавливается обратно. Категорически нельзя допускать, чтобы на ней в это время болтались какие-либо отдельные шины. Резюмируя тему о заказных щитах, хочу сказать, что если вы решили заказать где-то подобный продукт, вы должны четко понимать, как он должен выглядеть и 10 раз подумать, нужно ли он вам вообще. Да, не спорю, кайфово никуда не ездить, не дышать пылью на стройке, а просто сидеть у себя в мастерской и прикручивать проводочки под расслабляющую музыку, имея при этом больший доход, чем от работы штраборезом. Но для меня лично не все измеряется деньгами. Да и совесть не позволяет продавать продукт, который с огромной долей вероятности принесет больше проблем, чем пользы своему покупателю. Не для того я вместо нормального отдыха штудировал все эти ГОСТы и правила долгие годы. И не для того я создавал этот канал. Ну а на этой ноте я хотел бы закончить. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь, а также не забудьте про нашу группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+.